Всем привет! С вами снова Настя и вы традиционно на канале Anskolainen. Сегодня речь пойдет о словах, которые запутают вас на 100% два. Смысл в том, что эти финские слова абсолютно одинаково звучат с русским языком. Ну, может быть, на конце добавляется а или и, но корень слова абсолютно одинаковый с русским языком. Давайте же разберемся, что это за такие слова, и, возможно, это видео вам поможет как-то предотвратить какие-то курьезные или непонятливые ситуации в Финляндии. Первое слово это конкурси. Наверное, вы, скорее всего, подумаете, что это какой-то конкурс, где можно принимать участие, но нет. Конкурси это банкротство. И, правда, вы вообще не могли догадаться об этом, ну, если только вы не живете в Финляндии. Но я думаю, что большинство меня смотрят все-таки из России, из Эстонии, из Казахстана. Кстати, всем привет! Вот, и, да, фишка в том, что это банкрот, банкротство, конкурсы. Следующее слово тоже очень похоже с русским. Произнес оно так, матушка. Кто-то может сказать матушка, матушка, с большей буквой ш, как бы, да, русской, но это все-таки эс. Просто варьируется произношение в Финляндии в зависимости от региона. И, конечно, вы подумаете, что это мама, матушка, но нет. Матушка это матрешка. Кстати, у меня на фоне там, вон там, стоит матрешка. Вот, и поэтому, если вы услышите это слово, то это означает всего лишь наша русская матрешка. Следующее слово тоже довольно-таки очевидное, что такое слово, как таблетты. Ну, конечно же, русскому человеку придет в голову, что это таблетка, но нет. Таблетты это планшет. Ну, то есть, вы понимаете, это гаджет, планшет, на котором вы, скорее всего, сейчас просматриваете это видео. Следующее слово в моем списке это коронка. Коронка, подумайте вы, окей, это либо корона на голову, либо это относительно, либо это относится как-то к стоматологии. Коронка, поставить коронку на зуб, да, или вместо зуба, ну, стоматологи, отпишитесь внизу. В общем, коронка, коронка по-фински означает такое торжество после того, как человек, после того, как студент защитил свою диссертацию. То есть, ну, понимаете, это уже когда уже все защитили, когда уже, когда можно реально отпраздновать это торжественное событие. Ну, и следующих два слова, они такие, немножко спорные. Слово конфетти. Конфетти это не конфета, а это больше как конфетти. И следующее слово в моем вот этом списке это слово рипоска. И, в принципе, оно звучит как русское, но по-любому вы не можете ни с чем ассоциировать это слово. Кстати, есть такие слова, которые действительно звучат как русский, но на самом деле вообще ничего такого нет в этом. Может быть, это как рыбушка, рипоска, не знаю, как вам слышится. Но рипоска это танец, как он там называется, в присядку. Танец в присядку это рипоска. Ну что, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Лично мне было интересно его снимать. И да, я собирала долгое время эти слова, потому что, ну, невозможно их прям вспомнить просто в одну минуту. Потому что они просто попадаются в обычной жизни. Я их просто записывала очень долгое время. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам было интересно смотреть такое видео. Ну, а с вами была Анс Кулаймен и пока-пока! И да, ребята, хотела вам сообщить, что у меня в планах делать творческие видео. Я около года назад то же самое анонсировала, но, к сожалению, я не задержала слова. И я очень прошу прощения у тех людей, которые реально ждали творческие видео. Но я понимаю, что этот час настал. И я реально хочу делать такой контент. Возможно, я открою новый канал, а этот канал будет существовать с финской тематикой. Но для того, чтобы убедиться, стоит ли мне открывать канал, я, конечно же, хотела бы сделать пробное видео на этот канал. Посмотреть, как люди реагируют. Интересно, неинтересно. Вот, и да, напишите под видео, было бы, как вы думаете, лучше открыть новый канал, или все-таки прямо на этот канал выкладывать просто под другой рубрикой. Да, что я имею под творческими видео? Что я имею в виду под творческими видео? Это различные скетчбуки, такие эскизные книги, где я рисую. У меня... Я проходила различные челленджи, в том числе в прошлом году. В феврале месячный челлендж, когда я рисовала каждый день. И у меня есть тому подтверждение, вон там на столе лежит. Я думаю, сейчас вам скоро покажу, вот. Ну, в общем, да. Какие-то спидпейнты, какие-то, может быть, истории мои, может быть, какой-то обзор творческих материалов художественных и так далее. Вообще-то, это просто неисчерпаемая тема для меня. Да. Ну всё, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!